Лиз, а ты стих выучила? Лиз, а ты стих выучила? Понятно. Дарин, а ты стих выучила? Нет, не выучила, я просто думала, что он на завтра. А ты стих выучила? Нет, я тоже не выучила. Чередой? Нет, девочки, но двойки вам обеспечены. Ну и что? Ты сама только сейчас стих учить начала. Я стих учила дома, а сейчас я его повторяю, чтобы получить хорошую оценку, а не два балла, как вы. Ой, первый раз сама выучила. Всем привет. Привет. Влад, а ты стих выучила? Да, выучил. Да, выучил. Угу, конечно, сказки рассказываешь, выучил он. Не хочешь, не верь, но я выучил. Влад, в своей сказке друзьям будешь рассказывать. Ну все, Дарин, вроде хорошо. Спасибо тебе. Спасибо. Вот посмотришь, я его расскажу на 12 баллов. Посмотришь, посмотрим, как ты его расскажешь. Ань, давай что-то придумаем, чтобы стих не рассказывать. А что ты придумаешь? Урок прогуляешь? Не, ну что сразу урок прогулять? Ну можно. О, можем тоже сделать вид, что мы заболели. Точно. Скажем, что у нас горло болит, как у Лизы. Стоп, это моя. О, все понятно. Тю, я думала, ты и правда заболела. Да ладно уже. Но за эту вещь, как я хорошо притворяюсь, и за мной не повторять. Лиза, раз на то пошло, тогда мы Валентине Ивановне расскажем, что у тебя горло не болит. Так что, Лиза, выбор за тобой. Ладно, делайте, что хотите. Только если у трех человек горло болит, Валентина Ивановна точно заподозрит. Не заподозрит, мы тоже умеем притворяться. Анка, пошли шашку одевать. Ну как так можно? Это моя была фишка. Теперь Валентина Ивановна догадается, и у меня двойка обеспечена. Просто надо было выучить стих, он легенький. Его тут учить просто две минуты. Лиза, даже я выучил пол-на-стю. Я рад, что ты выучил пол-на-стю. Так все, вроде бы получается. Все, на места. Лиза, теперь мы с тобой тоже болеем. Могли бы что-то свое придумать. Попробуй только нас дать. Здравствуйте. Ну что? Здравствуйте. Выучили стих, подготовились. Валентина Ивановна, я выучил. Умничка. Выходи, рассказывай. Александр Сергеевич Пушкин. В лукоморе дуб зеленый. В лукоморе дуб срубили. Кота на мясо зарубили. Русалку в бочку посадили. Написали огурцы. На невиданных дорожках следы разбитых жигулей. Там артедес на курьих носках. А вот стоп. Что это за интерпретация странная такая? Валентина Ивановна, мне надо подучить. Что подучить? Что русалку засолили в бочку и написали огурцы? Где ты такие вообще взял? Слова я не пойму. Валентина Ивановна, я нашел это стих в интернете и выучил. Так что, мне еще раз рассказывать? Слова там есть, конечно, похожие на Пушкина. Но, по-моему, это вообще не тот текст. Неси сюда, я посмотрю. Валентина Ивановна, вот, смотрите. Ты что, не видишь, что здесь автор совсем другой? Это не Пушкин, это пародия на Пушкина. Иди на место, двойку я тебе ставить сегодня не буду, потому что ты учил. Но надо быть внимательнее. Так, следующий. Лера, давай ты выходи. Отлично. Так. Александр Сергеевич Пушкин. У лукоморья дуб. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый, все ходят по цепи кругом. Идет направо, пес заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леша бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы неведомых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видейные полные. Там озаре прихлутые волны. На берег песчаный и пустой. И тридцать витязей прекрасных. Чередой из вод выходит ясных. И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходным пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря. Колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит. А бурые волки ей верно служат. Там ступа с бабой ягой. Идет, бредет сама собой. Там царь кощей над златым чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый. Под ним сидел и кот ученый. Свои мне сказки говорил. Ну, что могу сказать. Выучила ты, конечно, стих. Но рассказала не сильно хорошо. Невыразительно. Но все равно. Хорошую оценку я тебе поставлю. Садись на место. Спасибо, Валентина Ивановна. В следующий раз буду учить еще лучше. Так. Даринка, выходи. Валентина Ивановна. Я выучила стих, но рассказывать всего не смогу. Мне говорить тяжело. Ну, раз приболела, хорошо. Расскажу в следующий раз. Лиза, давай ты выходи. Валентина Ивановна, извините, пожалуйста, но мы с Дариной вместе катались на самках и вместе заболели. Вместе катались, говоришь? Вирус, значит. Ладно. Аня, выходи ты. Валентина Ивановна, я с ними была и мне случайно снежка в рот залетела. То есть, как я понимаю, у тебя тоже болит горло. И стих, конечно же, ты тоже рассказывать не можешь. Совершенно верно, Валентина Ивановна. Кхе-кхе. Все мне понятно. Ну что же. Давайте посмотрим ваше горлышко. Дарина, ты первая. Открывай рот. Язык. Хорошо, закрывай. Лиза, показывай свое горлышко. Что там у тебя? Язычок вытягиваем. Язычок вытягиваем. Угу. Все понятно. Еще одна, в которой снежка залетела. Шире, шире. Ничего не видно. Язычок больше вытянем. Значит так. Я знаю очень хорошее средство, которое очень быстро лечит горло. Я сейчас его принесу. Мы вам полечим. И вы успеете рассказать стихи. Ну все, девочки, вы попали. Тарина, Аня, если бы вы не притворились, что вы болеете, мне бы поверили. Вообще-то мне поверили, это тебе не поверили. А ничего, что это была моя идея, а вы просто за мной повторили. Да какая разница, кто за кем повторил. Сейчас нам придется стихи рассказывать. Девочки, мне кажется, Валентина Ивановна нам поверила. Она нам сейчас даст лекарства, а мы скажем, что оно нам не помогло. Да что ты говоришь? Аня, Валентина Ивановна не такая глупая, как ты думаешь. Попали вы, двоечницы. Вообще-то во всем Лиза виновата. Что-что-что? Это еще я виновата? Я виновата только в том, что ваши бошки не варят. И вы не смогли придумать свою идею. Ну вообще-то мне Валентина Ивановна поверила. А ты просто плохо играешь. Да, Лиза, это все из тебя, пока что нормально не смогла. Девочки, ничего бы этого не было, если бы вы просто выучили бы стих. Знаешь что, ты вообще вышла и еле его пробекала. Может быть я и пробекала, но у меня будет хорошая оценка, а у вас будут двойки. Да успокойтесь, придет училка и все узнаем. Что узнаем? Тут и так все понятно. А я вас предупреждала. Ну что, горлышки не прошли? Нет, не прошло. Очень жаль, придется лечить. Ну что, кто первый? Валентина Ивановна, да я просто пошутила и я не болею. Валентина Ивановна, у меня тоже все прошло. А у меня нет. Ничего, двоих мы уже вылечили, а третью придется лечить. Открывай рот. Здравствуйте, Валентина Ивановна, я от одного вида вашего лекарства быстро выздоровела. Ну я так и знала, что вы притворялись. Доставайте дневники на двойки. Ну Валентина Ивановна, ну пожалуйста, может не надо. Валентина Ивановна, мы на следующий урок точно выучим. Можете не ставить, пожалуйста, нам двойки? Ну ладно, за изобретательность 12 баллов, но за стих единица. Потому что двойку еще нужно заслужить, чтобы на следующий урок обязательно выучили. Ивановна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok